С 15 по 26 августа в области проводится проверка готовности студенческих общежитий к началу учебного года. Мониторинговая группа побывала в Западноказахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана и ознакомилась с условиями проживания учащейся молодежи. В Западноказахстанской области всего насчитывается 17 общежитий при учебных заведениях. В большинстве из них уже завершена подготовка к началу занятий. Однако есть и те, которые нуждаются в капитальном ремонте и обновлении мебели и оборудования. Мониторинговая группа дала рекомендации по устранению недочетов до начала учебного года. Если при университетах достаточно общежитий, то в колледжах с этим ситуация сложнее. Специальным учебным заведениям и вузам сделаны предупреждения. Мы надеемся, что к первому сентябрю все замечания будут устранены. В этом направлении мы будем работать. На сегодня нехватка мест в общежитии низкая. Она ощущается только в колледжах. А в Закоту и ЗКУ все приезжие студенты, особенно первокурсники, обеспечены проживанием. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангирхана среди тех, которые стопроцентно обеспечивают своих студентов местами в общежитии. Ожидается, что в новом учебном году в четырех зданиях разместятся 2100 приезжих студентов. В данный момент подготовка закончилась. Ведется работа по приему и размещению учащейся молодежи. Сейчас старшие по общежитиям уже на местах. Также с ними работают представители объединений студенческого самоуправления. Подобные рейды по проверке дают свои результаты. Все, что нужно было, мы подготовили. И сейчас общежития уже готовы принять жильцов. Акция по проверке общежитий будет продолжена. Ее организаторы будут работать совместно с членами комиссии по предоставлению мест в общежитиях. Цель – исключить коррупцию в молодежной среде. Ау-Магуль Джампиесова, Рустим Ищанов, Алтымбек Кабделов, телеканал Акжейк.